И снова всем привет, я Technomax Generations Zero. Продолжим. В прошлый раз, значит, мы нашли кабинет фон Ульмера и он оказался вообще не на базе ФОА-53. Он оказался в загородном доме. И там же мы нашли карту от сейфа. Я вообще-то думал, что это карта для входа в бункер ФОА-53, но нет. Я проверил, туда не пускает. Тут рядом есть еще задачи. Вот, разорение бедняков, побочное задание. Военнослужащий разбил лагерь к северу от фермы. Он мог припрятать там кое-какое полезное снаряжение. Привет, Ханна, я только что видел солдата, который унес снаряжение в сторону руин на севере. Может, я напрасно переживаю, но мне кажется, что это плохой знак. Пожалуйста, будь осторожней. Ну, для нас-то хороший знак. Там может быть вооружение какое-то. Давайте посмотрим. Конечно, там уже роботы. Обучите руины, чтобы найти солдатский лагерь. Тут уже все. Они уже тут ждут. Надеюсь, их не слишком много. Да-да. Блин, да откуда вы беретесь-то? Все, лезут и лезут, лезут и лезут, блядь. Вас тут, что, прямо тут собирают, что ли? Так, все, взять. Это все, что ли? Это все задание? Одно очко навыка получено. Вот это уже хорошо. Сейчас чего-нибудь качнем. Так, пустой. Короче, солдат что-то шел прятать, но, походу, не дошел. Э, бля. Да, тут на замок бы засесть со снайперкой, бля. Буху, как вас до хера. Просто винтовка. Просто с прицелом. Четырех-восьмикратный прицел. Там нахер это все выбросить. Это что, стандартный? Нафиг тоже выбросить. Ну, разве что рация, да, они полезны. Ну, этого вот можно было бы замесить краба, но, опять же, это столько времени пройдет. Давайте тут спрячемся, где-то в уголке и посмотрим навыки. Тут где-то было здоровье. Вот оно. Все, максимальный уровень здоровья. Они что, меня окружают, что ли? Не, просто громко топают. Церковь Святой Анны достопримечательность, но она разрушена. Четко и ясно основное задание безопасного укрытия церковь Албио. Давайте посмотрим, чего там. Есть, теперь пошли по следующему заданию. Ну, вот это вот задание про солдата, оно, в принципе, такое, тоже очень побочное. Чисто ради винтовки, в которой и смысла-то, в общем-то, нет. Она уже давным-давно устарела и против тварей этих не помогает. Пошли сюда, теперь. Так, что там за задание у нас? Четко и ясно основное задание. Командный бункер Хермелин следил за радио фирмой отдела полиции в Хагабуде утром накануне вторжения и перехватил сигнал от патрульной машины, отправившейся к местной радиовышке, чтобы исследовать причины перебоя в работе полицейской радиосвязи. Похоже, одна из радиовышек используется врагом для подавления связи с внешним миром. Все, идем искать радиовышку очередную. Да, сумасшествие. Один человек, блин, спасает весь остров от кучи железяк. Бегает туда, сюда. Пока побежал к одной вышке, они уже другую захватили. И, короче, это мартышкин труд. В одного так все пытался сделать. устроим праздник. Где там у нас хадыки были? А, вот они. Бздыньк. Нет, кажется, не взломался. Блин, там машины класса апокалипсис, они жесткие. Апокалипсис-охотник это такие гады, блин, тостеры. Ну, пошли воевать, что же делать? Не сидеть же вечно в кустах. Да на, бля! Ну, бегите сюда, черти. А их до хера. А все закрыто. Ух, бля! Ни хера себе. Ух! Что-то их вообще очень много. Прямо совсем. Ух! Так, давайте-ка сразу рацию сюда поставим, чтобы в случае чего не бегать, если вдруг убьют. Мины кончились, все кончилось. Ладно, херня. Сюда, пожалуйста, все подлетаем. Вот, это хорошо он осовал. Ничего, ничего, патронов хватит, это стопудово. Кстати, еще есть адреналин один. Опять эти психоводы. заблевания. Если Парк. 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 бля только успеваю отмахиваться калаш укладывают хорошо особенно с бронебойными патронами так патроны не кончились это просто кончились стандартно в смысле бронебойные стандартные еще есть нормально что это летают тут полтергейст какой-то что кончились меня нет да он еще один козел да встань ты ж бля ой пропустите лететь еще один да сколько вас тут о компенсатор для пулемета такого я еще не видел о бля как кидает да хватит уже ну реально заебали сколько вас тут а а а ой слишком хорошо попал да неужели блять неужели они закончились наконец-то бесконечные какие-то лезут и лезут и лезут откуда их только тут вообще взялось откуда они знали что им вообще тут взяться нужно еще и краб там шарахается серьезно компенсатор до пулемета после установки снизу отдача оружия хорошо бля вот года вот гады ладно еще отлично сейчас мы все переломаем я же говорю они лошары вот эти крупные о бля ракетный я машину не взрывайся да куда вы его носите туда-сюда блин дебила фу блять они закончатся нет но серьезно это уже даже блять ни в какие ворота пруту 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 прут блять ладно посмотрим ради чего все это было о клаук и 17 эпического качества так надо тогда прокачать пистолет а этот тогда выбросить ну да в принципе не зря в принципе нормально это просто дурцевый пистолет ключ от склада на ключе висит бирка с текста в релейный склад на северном побережье тут ничего нет а теперь сюда ну там по-любому клещ где-то сидит заперся внутри и сидит радуется хихикает мерзко поломал связь молодец какой кстати да у всего у всего вот этого желтого оружия очень хорошая подсветка целиком мушка это классно воспользуйтесь полицейской радиостанции чтоб проверить работу связи давайте проверим сбегать то нетрудно а то что связь если заработал то вряд ли это поможет во всяком случае тут на острове связываться несколько мужа связь может любой момент оборваться поэтому прошу высушить меня советская армия наблюдает за ситуацией в Швеции мы и блок НАТО предлагаем помощь мы полагаем нам удалось определить источник вражеской активности и можем предоставить устройство для вывода машин из строя мы отправим это устройство на участок Олнэстет на северном побережье немедленно отправляйтесь туда на месте вы найдете дополнительную информацию повторяю пристань на участке Олнэстет к западу от Хагабуды мы предоставим устройство для связь с первыми статическими помехами ни хера себе он когда по-русски заговорил я на жопу сел блять несмотря на то что я уже сижу я блять сел второй раз охуеть я думал ни хера себе перевод подвезли а нет это просто частично по-русски было звучно частично по-английски я аж немножко и завис поэтому значит русские вместе с НАТО хотят предоставить или предоставили уже устройство для вывода машин из строя этакий супер электромагнитный заряд может быть я черт его знает или какой-то сигнал который их выведет из строя интересно какие-то вот внезапные такие подробности мелкие вот но они раз так и прям становятся в сюжет прям вообще как надо давайте посмотрим журнал побочное задание карта чего интересного есть городок Киркхейден побочное задание летающие объекты это задание ай было взято еще черти когда по моему аж в самом начале игры практически марк баке наружу я тут не нашел и хер его знает где его искать Кирк Паркен включающий звук нам нужно сейчас добежать быстренько до задачи этой пролетающие объекты желательно сделать так чтобы лишний раз нас тут никто не видел здесь укромный уголок можно посмотреть на карту далеко чесать кстати вот в этом городке я воевал и тут писец их через звуки что там кто-то воюет между собой ни хрена себе там что за война еще такая без меня меня же там нет так кто там с кем воюет ни хрена а это как короче короче я думал там реально кто-то уже месяца армия может быть или еще что а это был просто очень эпичный заглюк то есть роботы не должны были сами между собой стреляться они стрелялись что-то очень сильно переклинило как будто их кто-то взломал и так переклинило что аж вылетело ну в принципе мы уже добежали туда куда нужно уже рядом ну тут конечно же нас поджидают неприятности не без этого так сетка блин нужно попробовать прокрасться нафиг я уже устал с ней постоянно воевать так у меня пистолет с глушителем если сейчас полезет это скотина летучая я ее прострелю с глушитера ну вроде бы не полезло лилло тут всякие ултырки ходят и их тут много и летают тоже открыто лилло опыт 100 бля сволота летучая напишите карту поселка лилло так это двухрежимный он нафиг не нужен хорошо когда есть хотя бы что-то с глушителем чтобы можно было по стелсу аккуратно все это пройти там вроде прополз блин я думал там роботы когда меситься начали что они уже переделал сфер влияния у них происходит как мафиози настолько офигели но нет однако это все равно было довольно интересно увидеть кстати аптечка аптечек там у меня мало лучше взять хоть какую нибудь бля шляется кто-то это не ворота ли случаем да это ворота бля ходят тут всякие нужно очень аккуратно вытащить по одному вынести по одному бля кажется не получилось или или получилось так ну тревогу пока никто из них не поднял это хорошо вот там краб ходит как бы убить то его не проблема просто опять же это требует времени оттратить чего не хочется играет так уже затянуло что писяц на мне туда и надо ништяк пускай мимо гуляет а мы сюда пока за рулем это дом какой-то новой конфигурации я что-то не видел это дом какой-то новой конфигурации я что-то не видел ну было бы неплохо на самом деле еще безопасное укрытие здесь открыть потому что ну бежать сюда сейчас пришлось довольно далеко я бежал в обход чтобы не попасть на опять этих сражающихся ултырков чтобы опять не вылетело надо же пока удается действовать незаметно надеюсь скоро рассвет а он застрял понятно карта карта пригородных районов эстервика ладно я его все таки ебну сейчас потому что он будет мешать явно а чего у меня есть кстати граната еще есть есть граната есть топливный бак кто это у нас тут достал сам это явно не назвать ну и хрен на него так а он все еще ничего не видит на дыжу это странно но это и хорошо так где там топливный бак здорово и гранаткой за одно тебе раз гранатка и два гранатка блять хераси он аж вырубился хераси он аж вырубился так все взять найдите адрес Фредерика Блома в телефонной книге Блак блять блять какой злой адрес еще нужно успеть найти так это можно выбросить это тоже можно выбросить и блять и это можно выбросить как-то так наконец-то день кстати бронебойка ай бляк он меня достал здорово так вот это сюда клещи долбаные пускай они его живут короче что вылечит дурак что совсем еще раз отлично хотя бы клещи ему сбил бля нефераси он долбит война блядь за телефонную будку жесть ну ничего час день все видно хорошо клещей у него уже нет патронов у меня тоже уже скоро не будет вот и ушел блин я тебя не отпускал стой убежал бля зараза хватит колотить стекла блядь в городке ты эти стекла падла не ставил хоть патронов насыпал у зараза нефера блядь за телефонную будку воевать пришлось да с аптечками жопа фугасные снаряды тут хорошо вообще выбросить на хрен все пойдем посмотрим наконец-то адрес в книге было в телефонной выписка из телефонной книги в телефонной книге указано два фредерика блома но только один из них живет в эстервике фредерик блом баллад гаттон 8 эстервик так он прямо тут живет что ли так где где маркер то что-то я не а вот вижу он над домом просто это вот тут он живет аптечка есть у фредерика блома пойдем посмотрим чего интересного тут найти информацию о том что произошло в поселке лилло заголовок газета о таинственных убийствах газета за 8 ноября 1989 года статья на первой странице посвящена серии убийств прошлой ночью в островике убиты 14 человек жители всего региона глубоко шокированы ужасными убийствами от полиции пока не получили никаких комментариев по некоторым данным несколько жертв были сотрудниками фоа национального оборонного научно-исследовательского института швеции хотя на данный момент написания статьи их связь с ней не была подтверждена официально одна из жертв доктор ингрид гранквист авторитетный биолог и исследователь ее путь к известности начался в 1970 году когда они вместе с доктором сванты фон ульмером будут достойны нобелевской премии по физиологии или медицине за передовое открытие в области нейромедиаторов ингрид была замужем за берген гранквистом старшим инспектором полиции эстервика и прожила всю жизнь на ферме лилла в честь которой в итоге был назван новый пригородный поселок вблизи эстервика поселок был основан в конце 1950-х годов на территории бывших фермерских угодий приодлежавших родителям ингрид ясненько понятненько а это чего добрый вечер господин блом это детектив мац хансен отделение полиции эстервика мы рассмотрели ваше сообщение о летающем объекте над лилла этим вечером нам не поступало аналогичных сообщения других граждан в том числе от военных которых как вам должно быть известно в эстертерне много и у которых есть радары пожалуйста перестаньте нам звонить возможно вам стоит попытаться поспать спасибо и всего вам доброго нормально так нахер послали да и все не поступало им блять а проверить вы ничего не должны были случайно чисто прийти там показания какие-то у свидетелей взять там может что-то выяснилось бы просто не звоните нам ни нахуя себе блять а потом херак и 14 человек как корова языком под одну гребенку всех нормально блин отправляйтесь к дому доктора ингрид гранквист так поставим отметочку сейчас и пойдем к дому ингрид фига блин чем дальше тем интереснее что так сюжет начал развиваться опять же всеми мильными шагами это подробности выясняются довольно занятная гараж лучше проверить а сейчас ничего нет это это шо вот это вот ее дом получается ой чё это это а чё их подвину бля вот игра и чё это даёт блять постоянно какая-то херня новая я херею вообще с этой игры ой а ключ от дома ингрид гранквист ключ от дома на ключе висит бирка с текстом доктор доктор ингрид гранквист бля нихера себе вот не было не было опять же такого в игре и тут опа и взаимодействие с объектами под которыми может ключ лежать например или карта какая-то охуеть я поражаюсь этой игре вообще блин вот никогда не ожидаешь у нее что-то новое она есть попытайтесь найти информацию в доме ингрид ну бля тут была жесть дорогой прости но сегодня мне снова придется задержаться на работе допоздна ты же все равно пойдешь брату смотреть игру да состояние сванта совсем не улучшается и мы мы сегодня наконец приняли решение я знаю это правильно хотя мне очень не по себе от того что я будто подвела его после всего что было мне не помешало бы немного взбодриться люблю тебя блин интересно а еще и да кстати еще одна выпечка так это лишнее это тоже в принципе а при на тут будем бойня была вот очень жаль что робота не умеют реально забегать о бля забегать в дома так земля пустите аптечка армейская все в кровище бля все заляпано а это кто вообще вояк какой-то тут еще чего-нибудь имеется интересно из каких-то данных записей чего то есть так сейчас осмотримся дневник что ли последняя заметка доктора ингрид гранквист об исследованиях а вот она по всей видимости доктор ингрид гранквист была одной из ученых работавшей фо 53 она оставила несколько беспорядочных заметок о своей работе в данный момент программа слияния с рэ приостановлены успешные результаты только на уровне экспериментов результаты экспериментов на крысах устойчивы с хорошей воспроизводимой воспроизводимостью но подключение к а б е обрывается уже через несколько минут проведение эксперимента возможно только в стерильных условиях эксперименты в реальных нестерильных условиях в обозревом будущем не представляются возможными внедряем новую процедуру по подавлению иммунной системы инъекция препарата задерживается цитокиновый ответ на 4 8 часов в зависимости от объекта исследования при облучении время увеличивается на 30 процентов сванта снова заболел мне кажется он похудел я сказал ему что он такой работа себя в гроб загонит но он не хочет со мной разговаривать да они все пытались при помощи электроники и препаратов сделать так чтобы роботы управлялись солдатами из бункера прямо на расстоянии и что-то пошло не так то ли откуда-то искусственный интеллект нарисовался то ли я не знаю блин или они его разработали или этот интеллект совсем не искусственный может как в матрице еще и блять человека какого-то в программу засосало прям пойми вообще что здесь происходит довольно интересно так а тут все у нас похоже тут все ладно по задачам в принципе журнал основное задание одной побочных еще вот несколько штук на острове четыре задачи и еще три задачи на основном архипелаге ну ладно все давайте в следующий раз тогда это все продолжим а с вами был техномакс и были тайны generation zero и бункера фоа 53 всем до новых встреч пока а все 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 Продолжение следует...